Привет, с вами канал Бабки Рулят. В данном видео я хочу снова поговорить про проект ВК Таргет. Часто очень слышу, что заданий очень мало, ну и тому подобное. Сегодня я расскажу, как больше получать заданий в ВК Таргет. Я расскажу вам свое видение на этот счет и поделюсь своим личным опытом. В данном проекте я с 2016 года, так что есть что рассказать и показать. Возможно вы не знали какие-то моменты и данная информация поможет вам сделать так, чтобы у вас было больше заданий и соответственно был больше доход. Кстати, подпишись на канал и поставь лайк авансом. Ну а мы поехали. В своем старом видео я уже показывал, как вывожу 700 рублей с ВК Таргет, а также то, что у меня было много заданий и за один день можно зарабатывать те заветные 15 рублей для вывода. Если вам интересно, то рекомендую глянуть данный ролик. Как я уже говорил ранее, чтобы было много заданий, нужно, во-первых, завести все социальные сети в данный проект. То есть у вас должен быть подключен не только, к примеру, всеми любимый контакт, а также и другие социальные сети. Привязав все соцсети, мы тем самым расширяем круг возможных заданий. Еще раз повторюсь, что на одном, допустим, ВКонтакте мы далеко не уедем. Обязательно подключаем. Особенно самые известные – это Одноклассники, Твиттер, Ютуб, Телеграм. И очень много заданий в последнее время – это ТикТок. По поводу ТикТока. Хоть задания здесь и не очень дорогие, но их очень-очень много. И выполняются они также очень быстро, буквально за несколько секунд. То есть это либо подписка, либо лайк. Зарабатывая в ТикТок, мы возьмем не ценой, мы возьмем количеством. Также обязательно перепроверьте все свои аккаунты в настройках. Возможно, аккаунт был забанен, либо может слететь привязка к данному сервису. Заданий, естественно, не будет. Ну и также время от времени нажимайте кнопочку «Обновить», чтобы была более новая и актуальная информация. К примеру, у меня здесь написано «144 друга». Давайте нажмем «Обновить». И как мы видим, информация обновилась, теперь друзей стало больше. Это также влияет на выдачу заданий. Чуть позже мы к этому еще вернемся и поговорим. Далее мы опускаемся ниже и проверяем, чтобы везде в каждом окошечке стояла галочка напротив всех социальных сетей. Ну и также в самом низу смотрим, чтобы ползунок стоимости заданий также охватывал весь диапазон цен. То есть от самого минимального – от 10 копеек до максимального – 2 рубля. Кстати, если у вас возникают проблемы с заданиями на YouTube, то рекомендую в настройках сперва отвязать, а потом заново привязать ваш YouTube аккаунт. Также на главной странице есть новость о том, что если у вас проблемы с YouTube, то обязательно нужно скачать новое приложение на ваш смартфон, для того, чтобы все корректно работало. У меня также были проблемы. Я удалил старое приложение, скачал новое, и все прекрасно работает. Кстати, стоит отметить, что работая с телефона, мы зарабатываем больше. Так как, допустим, сейчас с компьютера я не могу выполнить данное задание, так как TikTok выполняется только с телефона. Ну и нужно понимать, что телефон у нас всегда с собой. Можно работать где угодно – в метро, в маршрутке, на улице, в школе, в институте или на работе в свободное время. Обязательно также смотрим, чтобы здесь ползунок был у нас во включенном состоянии, для того, чтобы приходили уведомления о новых заданиях. Если все это сделано, то очень хорошо. Также я замечал, что задания приходят чаще, если время от времени обновлять сайт или приложение вручную. Ну и немаловажный фактор количества заданий – это качество ваших аккаунтов. То есть это количество друзей, наличие фотографий, дата регистрации аккаунта и так далее. Если не верите, то перейдите во вкладку «Оформить заказ», то есть поставьте себя на место заказчика. И здесь вы все увидите. Вот представьте, что вы пришли на данный сервис. Данный сервис недешевый. То есть здесь, к примеру, накрутка для заказчика одного человека в сообщество ВКонтакте стоит 1 рубль. Далее опускаемся ниже и смотрим. К примеру, у вас какое-то сообщество. Вы продаете в нем какой-либо товар или ищете клиентов. Соответственно, скорее всего, вы выставляете возраст от 18 лет. Так как вам нужна взрослая и платежеспособная аудитория. Также вам нужны настоящие живые люди, а не боты, у которых нет друзей. Соответственно, у вас должно быть много друзей на вашем аккаунте. Самый минимум, который я рекомендую – это хотя бы 100 человек или 1000. Если же у вас, к примеру, мало друзей, а вы хотите, чтобы у вас было много заданий, то просто вам нужно накрутить данных друзей себе через различные сервисы накруток. Также здесь мы видим, что есть такое окошечко только качественные аккаунты. Если мы здесь прочитаем, то мы поймем, чем отличается качественный аккаунт от некачественного. То есть, как подсказывает нам сервис, это такие аккаунты, которые зарегистрированы ВКонтакте уже достаточно давно. Если мы взглянем ниже, то мы увидим, что на данном сервисе 54 тысячи с лишним активных пользователей. Ну, а если мы нажмем галочку, то количество сократится из 57 тысяч пользователей, всего 6200 – это качественные аккаунты. То есть, созданы ни вчера, ни позавчера, ни несколько дней назад. Также давайте для интереса сейчас отфильтруем по возрасту и посмотрим. Из 54 тысяч, если мы выберем под 18 лет, то у нас будет 41 тысяча. То есть, отсеялось 13 тысяч пользователей, и они не увидят эти задания. Также в своем профиле я рекомендую указать крупный город. И желательно, чтобы это был очень большой город, город-миллионник, а лучше всего указать город Москва. Это также влияет на количество выдаваемых заданий. Это самые главные факторы, которые могут получить вам больше заданий в Эко-Таргет. Вроде все рассказал, показал, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Особенно, если вы знаете еще способы по увеличению заданий, или какие-либо фишки, или секреты. Кроме того, также смотрите мои другие видео и зарабатывайте. Ну, а я желаю вам хорошего дня и пока-пока.